Итак, ребята, я всех приветствую. Ну и сегодня воскресенье у нас, а четвертое число, по-моему, да, сделаю обзорчик вот такого мыла от Александра Листопада в Сополи. Это у нас будет мыло с ароматом розы чайной. И пришель. Пришель для меня, я уже однажды говорил, это неотъемлемая часть, потому что вещь очень полезная, ребята. Попробуйте. Помазочек я уже смочил. Вот он у меня. Ну, дабы быть объективным, помазок один и тот же. Вот он участвует в своего рода тестах, если так можно выразиться. Так, бритва. Кстати говоря, бритва. А бритва... Вот она подевалась. Вот она. А бритва, посмотрите ли вы от Поли Бутис, как она выглядит после реставрации. Это практически новая бритва. У нее размер полотна составляет почти 19 миллиметров. То есть без двух десятых миллиметра, 19 миллиметров. Вот это вот. Вот такой вот холлогранд. Кстати говоря, касаемо холлогранд, знаете, они у всех компаний на тот период немножко были разные. У меня есть холлогранд в Остенхольм. Я ее как-нибудь покажу вам, ребята. Эта бритва ни разу не точилась вообще. То есть ни громкая, ничего нет. Она новая, в футляре все. Это где-то в 870-е годы. Да, и я сейчас ее поправлю. Помните? Мочехольчик и Максояма ремень. Так. Я приноровился, мне почему-то легче снимать понимать ремешетчик из нижней части чехла. Пользуясь этим ремнем уже для вас прошлого года, чуть-чуть ни одного, ни единого пореза. Точечка была здесь вот такая вот у меня с завода непонятная, что это такое. Она светленькая какая-то. Едва видно. Вот такой ремешочек. Очень доволен. Плюс ремень Максоя. Вот такой вот у меня танденчик. Сейчас я поправлю чуточку в ритву. Хотя ее, в принципе, Алексей поправил. Но, тем не менее. Разочек-другой пройдемся. Притва удобная. Очень хороший, ребята, размер. Знаете, такой 19 миллиметров. Это очень удобный размер. И она чуточку потяжелее в силу своей, скажем так, геометрии. У нее обушок помощнее, чем у моего Джозефа Роджерса. Хотя там размер бритвы такой же практически. Вот там, где у меня роговая оправа с серебряной вставочкой. Здесь есть еще один плюс. Зазубринки идут по нижней части Эрля. Ну, я думаю, достаточно. Вот еще раз полюбуйтесь. Вот такая вот красавица. Мне очень нравится этот Эрль. У нее, видите, форма какая, я сейчас покажу вам. Здесь найдется. Вот видите. Вот такая вот бритва. Сейчас заодно ее потестим, посмотрим, что она нам скажет. Тем самым я сейчас спрячу ремень. Потому что у меня бывали случаи, когда я его так забывал в открытом положении, состоянии. И знаете, как кто-нибудь дома мокрыми руками, чтобы не махнул, я оставил там пятен и так далее. Поэтому сразу лучше его прятать. Вот он, кольцовец. Чехол мне нравится очень. И я его водрузил всегда по тем своим бритвийским причинам. Вот так. Распарю немножко лицо. Ребят, вот сразу показываю. Показываю мылом, не пользовался. Вот я вам его, помните, показывал на обзоре. На распаковочке. Малденный Эрмаз. Решиваю еще раз. Стеклянные бутылочки. И полез за полотенцем. Добавляю немного в порядок. Зарос. Алексею, конечно, спасибо большое. Он следит за моими обзорами. И он сделал фактически за сутки эту бритву. Он говорит, приезжайте, забирайте. Я знаю, вы там собирались обзор делать и так далее. Мне очень любопытно, что из себя представляет пришейф от Александра. Потому что я пользовался только, и пользовались только одним, пока пришейф от Алатрифита. Вот здесь вот интересно, как он себя поведет и вообще, что там за ароматит и так далее. Пену, ребят, я буду взбивать вот в такой чаши из оливкового дерева. Любуйтесь, какая красавица. Купил ее то ли в Глобус Гурме, то ли... А нет, Вильямс, как-то там двойное название. Очень интересно. Такой магазинчик, люблю в него заходить. Так. Бритву сливаем, когда нам больше не нужна. Бритву рядышком и пришейф. Так. Поехали. Сболтали. Как рекомендовал Александр. Ну, во всяком случае, здесь так написано, перед употреблением. Пахнет тем же, той же розой. Интересно. Знаете, что мне напоминает этот пришив? Он отличается абсолютно от пришива, от Рофитенхиева. И сейчас у меня такое состояние, как будто я себе помазал лицо немножечко мыла, которое не разбавлено водой, и оно несколько даже притормаживает, мне кажется. Приятный аромат. Ну, я так подозреваю, что сейчас, если будет контакт с водой, то все изменится. Еще разочек. Я, пожалуй, возьму еще одну горячую салфеточку. Просто я по своей методике, как я это привык делать, то есть я не наношу на пришив сразу мыло. А сейчас я его нанес, и... легкая-легкая есть жирноватость появилась. Аромат хороший. Немножечко роза затерялась и появилось что-то древесное, что ли. Не пойму пока. Так, следующая салфеточка. Поехали. Ну, ребят, будут некоторые паузы, потому что я пытаюсь понять, с чем я имею в виду. Сейчас влажная кожа. Но это нет, это не мыльный раствор. Здесь что-то другое. Щетина у меня достаточно длинная, дня 4, поэтому мне сложно сказать, влияет ли этот пришив сейчас на щетину. Щетина мягкая стала. Пока не пойму, то ли от горячего полотенца, то ли от пришива. Так, надеюсь, что-то впиталось. Мыло. Ребят, мыло я не буду забирать с баночки, а я заодно как раз еще разочеки его попробую на ощупь. Я сейчас возьму маленькую лавочку. Вот такой вот манёвник для кофе. И возьму... И возьму... Да, мыло я правильно тогда сказал, касаемо твердости. Его я не назовешь очень... его не назовешь мягким, но в то же время твердым. То есть, я бы сказал, ребята, знаете, здесь присутствует какая-то золотая середина, что мне нравится. Во всем должен быть баланс. Вот, посмотрите, столько я набрал маленькую такую чайную ложечку. Сейчас я ее... Вот эту... дозу, вот так сказать, немножечко размажу по самой чаше. И затем аккуратненько, аккуратненько мы это делаем, взобьем. Посмотрите, что у меня получилось. Сейчас мы посмотрим. То есть, я взял, ну, грубо говоря, пол чайной ложки, по большому счету, этого мыла. Ну, либо можно чайную, потому что я, в принципе, эта ложечка меньше, но я взял с горкой. Так, помазочек. Ну и поехали. А я сейчас, пока все это дело, отвлекусь, я кое-что хотел сказать по поводу мыла Денис. Вот у Дениса то жировое мыло, оно очень не дурно собой, хорошее мыло. Единственное, что, ребята, я хочу сказать, что жировое мыло, они впоследствии очень здорово забивают помазок. Помазок становится очень жирным. Вот это, на мой взгляд, это минус. Но уходовое качество у мыла Дениса очень дурно собой. Денис, вам надо разобраться с ароматом и будет все нормально. Вот это мыло. Смотрите, что у нас происходит. Мне нравится тем, что оно на растительных жирах, как я понял, но, во всяком случае, то, что здесь написано. И это, я знаю точно, что помазок забиваться не будет. и жирным, знаете, таким, которое со временем потом очень сложно, практически невозможно отмыть. То есть, там уже на ворсинке нарастает, вот, знаете, как после жира. Ну, ребят, мыло действительно. Вы знаете, иногда, Александр, когда делал обзор других мыл, у меня было иногда не по себе, думаю, слушайте, ну, какая же самоуверенность у человека. Неужели его мыло такое замечательное, что он так с лету ставит оценочки всеми? Посмотрите, какая красота. У меня такое ощущение, как будто я расколол кокосово-арих. Видите, ну, теперь посмотрите, да, помызовка. Я даже не знаю, есть смысл. О, у меня здесь еще этого мыла, я его очень много раздавил. Вот, посмотрите, видите, вот там еще, то есть, это, фактически, я не его не смылил. Это вот то, что я сверху чуть-чуть набрал. Но, пока все идет хорошо, скольжение. Скольжение нормально, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть с водичкой. Я скажу так, вот скольжение не сумасшедшее, во всяком случае, на руке, то, что я почувствовал. очень любопытное, очень любопытное. Смотрите, какая красота, ну, кокосовый орех, это реально. Да, удивительно, но, однако, факт остается фактом. наносим. Сейчас посмотрим. очень плотное. Может быть, даже, я даже не знаю, стоит ли мне добавлять водичку, потому что внутри она просто идеальная. я даже не знаю, просто красота. Я даже думаю, что если я смою баночку эту, в чашу смою водичкой и там останется на дне вот размазанная, я даже его не буду убирать оттуда, поскольку там, по-моему, еще на три раза хватит. Удивительно. Но мало тверденькая достаточно, я бы не сказал, что она мягкая, она не кремообразная. Ну прикольно. Да. А сделаю-ка я сейчас следующее, еще одну салфеточку. Сейчас я ему дам по полной программе этому мылу. Окей. Давай-ка мы сделаем теперь, ну все как в королевском брите, скажем. Ну-ка. Очень хороший аромат. Мне нравится. Вообще с ароматами у меня, конечно, проблемы. Вот Трефит эндхилл мне чем нравится, мне нравится там некоторые ароматы. Ну а и мэло мне к самому тоже нравится. Как там, кто бы что ни говорил, но хорошее у них. Так. Да, по скольжению есть, причем такое, достаточно хорошее. Вот, ребята, пока как ни странно, все идет в таком, знаете, усредненном ключе. Сейчас чуть-чуть вот капельку водички. Окей. Вот, конечно, шикарно. Вообще, сейчас посмотрим, да, что у нас получится. Вот, все мне очень нравится. Прибуйтесь. если бы у меня было название кокосово-орехи, пах кокосово-орехов, это было бы просто стопроцентное попадание, потому что чаша, это прямо кокосово-орехи. В общем, мне напоминает расколотый орех кокосово-орехи. Вот, я иногда смотрю, Александр делает обзоры, достаточно откровенные такие, я думаю, ну, неужели прям там такое мало у человека, что вот такая, где-то даже не некоторая самоуверенность, я думаю, интересно, вот сейчас смотрю, в принципе, в человеке, как мне кажется, может себе это позволить. Ладно, идем дальше. Касаемо бачера, ребята, я решил сделать легкий сатин ему, хотя брит его вообще без всяких искажений, то есть замечательно, но вот он настолько легкий, этот сатин. Мне показалось, я вот сказал, что она в зеркало, потом внимательно начал рассматривать, и мне показалось, что все-таки там что-то есть похоже на сатин, рисочки были на гибриды. Я решил, что пожаловать тоже самое. Ручка не разбиралась, все делалось как стационарно, то есть ничего не демонтировалось, не снималось, все пены родные, благо внутри не было никаких изъеденных жучками дырочек всевозможных, то есть сама оправа не была похожа на голландский сыр. Вот здесь было пару точечек, вот по ребрышкам здесь Алексей все сделал, я не знаю, как он сделал, но я, в принципе, как бы технологию слышал, что размалывается сам рог и смешивается с клеем, если нужно, подкрашивается и затем заливается эти все и потом полируется. Итак, ну что у нас? Здорово, пока все здорово. Поехали. Что нам, батя на этот счет скажет? Бритва обалденная, она, знаете, маневренная и здесь тоже такая своего рода золотая серединка, вот Алексей отощел на японцах, хотя мне почему-то кажется, что мне ашеры больше подходят, но тем не менее. вот этот размер 19 миллиметров, конечно, чем он удобен, подносом самое оно, разворачивает. замечательно. Так, по скольжению, по скольжению, ну-ка, если смочить, хорошее, а если так, после бритвы, то, ну, обычно, как у всех в основном, мылки. Ребят, по бритву, что я хочу отметить, вот, Виталий из From Ural 74, он сейчас тоже взялся брицер, клинка убритой, и я что я хотел сказать, парень, кстати, очень глубокий, он очень здорово вникает в суть дела, процесса, мне кажется, ему бы очень удалось озвучивать, как раз, эти все ароматы, все очень хорошие ассоциации, у меня с этим, я бы сказал, проблема. Да, я к чему это все? а, вспомнил, он говорит о том, что бритье, клетковая бритва, но очень большую роль играет техника бритья, это естественно, конечно, и в принципе, человек считает, что это может быть самое главное, в принципе, да, это так, можно побриться, если уметь бриться неплохо, даже не очень острые бритли, я, что я хотел сказать, Виталий, вам надо все-таки попробовать все-таки бритву пока моносталь, ибо дамасская сталь, бритва с дамасской сталь, они, я бы так сказал, это уже следующий уровень, но это, нет, вот, Игорь из Нефтьюганска, тоже такой интересный человек, Игорь, вам привет тоже, там постоянный поиск, это, конечно, не человек, а чудо, в хорошем смысле, там человек занят все время чем-то в поиске чего-то, очередного дзена, скажем так, да, и Виталий, я хотел сказать, что вам надо все-таки не только бритву из дамасской стали, а, может быть, Вячеслав вам отправит потренироваться, или можете, я не знаю, там получится, обзавестись бритвой с моностали, я не говорю там англичанин, но что-нибудь, даже тот же самый трудвачий, чтобы вы немножечко прочувствовали, потому что, мне кажется, бриться одной бритвой из дамасской стали, это, наверное, так же, как бриться все время одной бритвой из моностали, потому что это очень разные вещи, и чтобы вы поняли и почувствовали разницу, вам надо попробовать побриться еще и обычной бритвой, ну, с обычной стали, скажем так. Так, пошел против шурстки. Редактор субтитров Мне сложно судить, то ли это уходовое мыло, то ли это решиво Очень хорошая такая бархатная кожа Ну, я так скажу, мыло не садится, по-моему, вообще Как хороший такой, знаете ли, крем Вот этот батчарочек, почему его так назовем, потому что он маленький, в принципе В сравнении с теми, которые у меня Не которые я, а у меня второй батчарь мой У меня там есть один чуть ли не 15-16 Он себя несколько по-другому ведет И звон другой, и бритье другое У весистых бритв, конечно, есть свои преимущества Вот так же, как и у маленьких бритв Аромат хороший Когда аромат вам не подходит, он вам мешает Поэтому если вам нравится аромат чайной розы, то Это то, что надо Мне Александр писал, там еще какой-то есть Какие-то отдушки, я не помню, там то ли перца какого-то, а еще чего И сейчас я чувствую, что да, что-то еще немножечко и начинает проявляться какой-то аромат Но от какой-то не могу сказать А кожа замечательная Бритва бреет превосходно Здесь, естественно, надо пройтись еще раз еще придется Вот так Затем у нас правая сторона Здесь у меня мыло этого, конечно, налипло Водички чуть-чуть добавлю еще Не хочу, чтобы оставалось у меня там налипшее Я просто его не смылишь похоже То есть я что хочу отметить, ребят Его по всей вероятности достаточно надолго хватит Это факт Потому что Ну вот я там налепил, хотя ну что я там взял Чайная ложка, да Вот она не смыливается А вот и добавлю Пытаюсь размылить вот то, что намазал на стенке Но нет, держится Там лепешечка это и все Помазок уже, по-моему, накушался от души Ну вот, видите, вот все то же самое Помазок На мой взгляд, ребят, мыло, по-моему, больше всяких прохвал Я, знаете, вот, наверное, больше не буду ничего и никому оставить оценок Потому что, ну, кажется, это, знаете, тоже несколько несправедливо Но будет и несправедливо, если я, скажем так, вот, делаю обзор Олеся Итоева мыло Кстати говоря, вполне приличное мыло И там многие писали, что нет, так сказать, все И Дениса И вот, ребята, там до пятерочки не доходило 4,7 было вот у Дениса, но у него с ароматом там проблемы И оно все-таки жировое, это надо учитывать Это разные вещи А это мыло, оно на растительных жирах, как я понял Здесь твердая пятерка, вот, все, что могу сказать Мыло, ну, превосходное, это факт Вот как ни крути Я, знаете ли, здесь можно и пятерку, и пятерку с плюсом, все что угодно Потому что мыло, ну, действительно обалденное Плюс вот еще аромат, вот то, что мне нравится, это, конечно Ммм Гладенькое, гладенькое, ну, прекрасное мыло Александр Но все-таки вы будьте помягче своими конкурентами А то ведь догонят Да Сейчас как сметанка прям И вот у меня это мыло Здесь еще можно молотить и молотить, потому что там у меня его на дне много Ну, по общим, скажем так, характеристикам Мне кажется, это, наверное, самое лучшее мыло, которым мне приходилось пользоваться Я бы, наверное, так сказал Это я говорю сейчас о не твердых мылах, не о мягких Это вот, как это на средней твердости И у меня еще раз говорю, что это очень важно Но все-таки это не жировое мыло Потому что жировое мыло, оно, ну, понятное дело, там густота, все это пьяно, все держится так же Здесь я ничего не вычитал такого, чтобы здесь содержало какие-нибудь жиры животного происхождения Ну-ка, давайте-ка еще разочек Как ингредиенты И вот стеариновая кислота, кокосовое масло, вода, пальмовое масло, глицерин, идриоксид, калия, наналин и арома Ну вот, как-то так То есть, если это все, ну, оно не может, потому что это все-таки человек продает людям То есть, я так понимаю, что все как есть Но раз так, то Ну, действительно Стоящее И, кстати говоря, вот я не знаю, почему-то люди говорят, что там кому-то мало пробничка Что в пробничке, дескать, разводить его неудобно ей, господи Ну, взять вот то, что есть в этом пробничке и размазать по чаше Хотя и то, что я вижу в пробничках, мне кажется, это на три раза Вот, если говорить даже о мыле Саши, с вополей Там можно три раза это все размазать Я не знаю, если, конечно, пользоваться веником, то, да, не хватит А вот у меня узел здесь 23-22 миллиметра выше крыши, как говорится Кстати говоря, сейчас еще посмотрим Знаете, Александр, я бы что сюда еще добавил Это все-таки срок его хранения Здесь я не вижу этого Вижу только массу Кроме срока хранения здесь, по-моему, все есть И, кстати говоря, деталь, вот в чем я еще, на что хочу обратить внимание Казалось бы, простая, да? А бирочка такая, этикеточка, но она очень узнаваемая То есть не наляпана, ничего И ты когда видишь, я вот представляю себе, я не видел на прилавках Но если я увижу это, я сразу пойму, что это Потому что порой перегружает настолько этикетку Что ты вообще сначала смотришь и не можешь понять То ли это мыло для бритья То ли это крем после бритья То ли это воск какой-нибудь для бороды и так далее Вот так далее После тяжелых кленов, конечно, она мне кажется легкая Но вот как вариант куда-то с собой его брать, наверное, так и буду делать Сюда будет, да? Прекрасный дох. Вы знаете, ребята, я так скажу, зачастую, когда отдаешь за что-то деньги, начинаешь пользоваться и понимаешь, что оно не стоит своих денег. Я здесь могу с полной уверенностью сказать, что здесь с этим все нормально. Нет, я не платил за это мыло. Надо 125 грамм. Не знаю, даже если сходить, давайте так, в среднем тысячу рублей, да? Ну, в общем, за такую банку мне, например, не жалко тысячу рублей отдать. Ну, я вот так скажу. Потому что оно очень замечательное, и аромат. И его назначение, то есть это не обычное банное мыло, оно недурно выполняет свои функции. Ну, я вот так скажу. Продолжение следует... Продолжение следует... вот и все сейчас ребятки я сделаю какое-то свое умственное заключение вот при всем моем кретинизме вы же знаете что я в общем-то с мылом не очень-то дружу если скажем взять с тасса он по-моему из воды пену забьют станислав я вас приветствую вот посмотрите что у меня имеется чашечки там все-таки осталось мыло это и так я его оттуда не смолил здесь вот мне хватит лично еще на один раз побриться пена действительно оседает и вы знаете мне такое ощущение что я в первый раз ну наверное попробовала что называется действительно хорошие блюда в этом смысле мыло действительно замечательно и если исходить из мыл средней твердости то наверное это мыло на голову выше всех вот как то так ребят я сейчас смотрю вот видите у меня здесь вот нанесено вот я вот так и не смотрю вот эту часть вот она поэтому я не знаю там какой должен быть пробничек маленький чтобы не разбить пену все здесь я скажу следующее касаемо пришивая пока его не понял вот этот пришивки пока не понял надо им по еще попользоваться дабы понять я просто поработаю с другими мылами и я посмотрю что получается с этим пришивом потому что я пришивлю люблю касаемо мыло это знаете это какая-то золотая середина здесь вполне адекватное скольжение по скольжение она не такое не каток нормально я прихожу к выводу что вот это мыло ребята кстати говоря наверное одно из лучших которые подходят именно тем кто бреется клинковыми бритвами опасными бритвами вот касаемо мыло пожалуй все александр огромное вам спасибо но что называется открыли мне на некоторые вещи глаза то есть вот я как-нибудь доберусь до мыло маркин и кандре да как он там зовется опять мы разобрали это офигеть просто можно я пока вот и кстати у них там есть розы как раз и я пожалуй не просто даже интересно если что-то лучше или нет но ребят много классно просто просто так вообще по скажем так созвучности мне кажется вот подойдет сюда муск от орал спайса такой пряный приятный запах в этот кстати говоря аромат открыл меня вадим давным-давно старый старый я нашел его ролик и ребята мои извините привезли вот насколько он ядреный практически не печет просто красота больше не будут ребят но пожалуй все касаемо бритвы но во первых мне ее сын прислал это вдвойне приятно вторых полюбуйтесь на ее состоянии на его обувь смотрите там есть я не знаю видно или нет надпись как хорошо видеть она такая и пальцем проводишь чувствуешь глубокая хорошая то есть очень хорошо алексей все сделал то есть человеку можно давать бритву вы будете знать что ее никто там не отпустит не уточит или не сделает из нее леденец то есть не угрохает сделает лучше ручка вообще просто как на посмотрите на свет как-то переливать здесь вообще просто на ручке это вообще его коронка вот ребят пожалуй все на этом с вашего позволения откланяюсь и я немножечко честно говоря в таком смятении удивительно давно действительно хорошие александр ну что тут скажешь по моему занимаетесь своим делом любимым да пришли кого-то с пришивом пока не разобрался мне надо поработать с другим мылами чтобы понять что здесь работает мыло или все-таки пришли все так ребят полюбуйтесь помолчишь вот о чем я говорю смотрите сколько еще осталось здесь можно еще на одно бритье по моему спокойно себе взбить я уже молчу про помазок который еще не был пожалуйста